Давайте научимся считать сумму первых n-членов в альфимистической прогрессии. Мы сначала напишем, что именно хотим мы посчитать. Так, что я тут написал? Я написал, это первый член, это второй, это третий, плюс и так далее, плюс предпоследний. Сейчас объясню, почему я конкретно написал предпоследний. Ну и последний, который вот мы знаем, вот такая есть формула, которая нам дает возможность написать, чему будет равен последний член, n-член альфимистической прогрессии. Тут нужно воспользоваться таким трюком, который вроде как, по-моему, есть какая-то такая байка про то, как в школе, в которой учился Гаусс, не знаю, если вы знаете, это Гаусс один из великих математиков, как-то они себя очень плохо вели на уроке, и учитель им сказал то, что вы посчитаете, по-моему, что это сумму первых 10 тысяч чисел. То, что вот вам такое задание, пока вы не посчитаете, мы там не будем ничего делать дальше. Ну все сели считать, там прибавляли 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 и так далее. Ну Гаусс просто взял, подошел сразу к учителю как-то с ответом и говорит, вот ответ такой. Ну, учитель, ну, понятное дело, очень сильно удивился. Ну и как бы загадка в том, как он этого смог добиться. Ну, в общем, в чем идея? Идея в том, что давайте будем группировать как-то эти члены. Давайте возьмем, группируем первый с последним, второй с предпоследним, третий с предпоследним, ну, третий с третьим конца и так далее. Почему это сработает? Ну, давайте сейчас это увидим. Что будет, если мы сгруппируем первый с последним? У нас получится их сумма будет равна 2а1 плюс d умножить на n-1. Давайте сгруппируем теперь второй со вторым с конца. Их сумма будет равна 2а1 плюс d, плюс d умножить на n-2. То есть плюс d умножить на n-1. И на самом деле что у нас будет? Если подумать немножко, то у нас все время будет 2а1, потому что каждый член может записать как a1 плюс что-то. То есть эта часть у всех будет. Дальше мы, поскольку тут движемся на 1 вперед, а тут движемся на 1 назад, то сюда мы будем к d предпредставлять все время единицу, а тут будем все время из d вычитать единицу, когда будем двигаться в эту сторону. Поэтому они друг друга… Такое есть английское слово cancel out. То есть они как бы друг друга исключат. И в итоге мы везде будем получать d умножить на n-1. То есть у нас вот эта сумма первого-последнего, второго-предпоследнего это что-то такое, что никогда не меняется. Если говорить более серьезно математически, то она инвариантна. То есть она не меняется. Ну окей. Как можно знание использовать? Дальше осталось посчитать, сколько у нас пар. Давайте пока считать, что членов четное количество. То есть можно все-таки развить первое с последней, второе с предпоследним и так далее. Но у нас, если их всего n, то таких вот пар мы можем сделать n пополам. И при этом в каждой паре мы только что поняли, что сумма будет равна ровно вот этому. Можно написать это так, если очень хочется написать через первые члены, через d. А можно просто сказать так, что это будет первый член, а первое, плюс n-то член. И на самом деле это и есть форма суммы арифметической прогрессии. То, что мы просто суммируем первый с последним и домножаем на количество пар. Пар получает n пополам. И тогда таким образом мы просуммируем всю эту прогрессию. Можно сказать, ну окей, замечательно. А как нам делать со случаем, когда у нас нечетное количество? Ну, такая тут магия, что тут на самом деле эта формула подходит даже тогда, когда на пары разбить не получается. То есть мы можем, грубо говоря, вот этот вот член, который оказался без пары, сгруппировать самим собой. И поскольку мы там делим на два, то все, в общем, сходится. В общем, для вас можете просто запомнить, да, то, что можно думать, как будто бы их четное количество получает эту формулу, а после этого эта формула будет работать и для отчетных, и не для нечетного количества членов. Мне кажется, просто из того, как мы чистим доску, надо нарезку делать. Просто, типа, много часов будет.